Привет, друзья! Сегодня у нас с вами продолжение нашей прогулки. Мы с вами идем на облашенный рынок ретро, который расположен в Москве на Кристалле. На первую часть этого видео я оставлю ссылку внизу в инфобоксе. Ну и для начала давайте я скажу пару слов. Я не претендую на роль эксперта, и я не являюсь серьезным коллекционером. Видео носит исключительно развлекательный характер. Мы просто с вами вместе ходим, смотрим. Я что-то комментирую в соответствии со своим вкусом. Что-то мне нравится, что-то не нравится, но я никого не принуждаю, никого не заставляю. Вам могут нравиться абсолютно другие вещи. Давайте не будем относиться к этому очень серьезно. Просто проведем время вместе, и все. Сейчас мы просто быстренько, обзорно пробежимся вот по этой мелочевке. Здесь какие-то книжки, какая-то бижутерия. Ну, бижутерия такая, знаете, что-то очень дешевое, что, наверное, может быть, пойдет на какие-то поделки, на переделки, потому что ничего здесь серьезного я не увидела. Что-то более интересное из бижутерии я вам покажу в следующем видео. А сегодня снова будет посуда, в основном посуда. Но посуда эта будет более дорогая, в том плане, что ее более дорого оценили владельцы. То есть сначала я также покажу вам стеллажи с фиксированной ценой, но это уже будет цена выше. И позже еще будет посуда, цена на которой не фиксированная. Ну и вот давайте сначала начнем это стеллажи с ценой 600 рублей. У меня под прошлым видео спрашивали насчет ваз. Ну вот здесь, где уже цена повыше, есть вазы. И есть кжель. Знаете, я не буду претендовать, опять же, на роль эксперта. Не знаю, настоящая это кжель, не настоящая. Но вот я привыкла считать то, что белое с синим рисунком – это кжель. В руки не брала, но как могла подробно сняла. У меня был запрос на кжель. Ладно, пожалуйста. То, что было представлено в этом магазине, я вам показываю. Хотелось мне купить какой-нибудь себе высокий, красивый, изящный кофейник для того, чтобы использовать его не по назначению. Но в этот раз почему-то мне не встретилось ничего, чтобы мне очень понравилось. Вот скажите мне, вот это изделие для чего? Это маленькая вазочка для конфет? Или что это такое? Что сюда положить? Для салфеток, но вроде не очень удобно пользоваться. Не знаю. Как и салфеток утром. До салфеток утром. До салфеток мы снова занялся в buldel. До салфетка утром. До салфетка с почти 4 сантиментов поэтому полиг question. симпатичный вот это триом мне понравилось вот эта вазочка очень легкая возможно это дерево но это не точно это посмотрите какой оригинальный подсвечник кобра и очень понравились вот эти чашечки маленькие но такие красивые вот 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 едов морозов пока еще много они встречаются тут тут и там на разных стеллажах по разным ценам среди посуды есть еще отдельно стоящий среди игрушек но об этом следующем видео и снова ладьи и салатники но это такие огромные огромные я не знаю как тазы просто вот это блюдо красивая очень увесисто тяжелое блюдо а Продолжение следует... 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 ну вы понимаете что 3000 это за сервиз не за одну чашку вот написано 3000 набор стаканов 6 штук ну а дальше уже начинаются посуды с нефиксированной ценой здесь уже разнообразная цена и причем цена это порой ну такая прямо значительная цена но уже конечно и уровень представленных в предметов тоже конечно повыше здесь про цены я вам ничего не могу сказать я не спрашивала где-то стоит цена где-то на указана соответственно вы можете ее сами увидеть но если цена не указана то это нужно было подходить к продавцу и спрашивать я не спрашивала ну как вы понимаете более дорогие предметы и расставлены с большим уважением здесь и стекло и зеркальный задник и освещение хорошее конечно более выигрышном свете вот смотрите сервиз с этими хризантом и как мы с вами видели три богатыря здесь продолжение сервиза любимые нами с вами фарфоровые статуэтки они еще будут встречаться а а но статуэтки пыталась снять можно подробнее а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я вот ловлю себя на мысли, что мне больше нравится посуда все-таки не с цветочками, а вот такая. Такая с геометричным каким-то рисунком, с какими-то такими формами в стиле ар-деко. чтобы никакого перламутра вот такие мои предпочтения а как вам больше нравится цветочками снова красота какая-то да снова статуэтки но это уже иностранного производства не не советские и где-то сейчас будет основание от лампы без абажура но таким вот эти какая романтичная была когда-то лампа правда и снова статуэтки но это уже снова наш советский фарфор и я думаю что на этом мы с вами будем заканчивать эту часть видео будет еще третья часть в ней уже не будет посуды мне же будет кое-что другое и там же я покажу свои небольшие покупки которые совершила но жду от вас обратной связи в комментариях давайте обсудим то что вы увидели очень рассчитываю на лайк рассчитываю репост если не подписались то подпишитесь впереди у нас с вами еще очень много интересного я с вами прощаюсь на следующее видео пока